Я, кстати, в вашей книге, вот, Овертайм, во-первых, чтобы не забыть, хотел спросить, кто помогал писать? Ясно же, что... Виталий Меликарамов, есть у меня такой друг, который, в общем, все меня заставляет писать Овертайм 2, 3, 5... Правильно, книжка замечательная. Не знаю, конечно, многие вещи поменялись за это, скажем, написано было в середине 90-х. Да, ну поэтому надо сиквел. Там есть такой момент, вспоминайте, что вас называли в Америке Годфазером, то есть крестным отцом. Сразу журналисты все это растащили, я помню, когда книжка вышла, что там русская мафия, то есть все не задевало. Не, мало того, у меня там, я знаю, это целая акция была. Я считаю, что я вот, подписав контракт напрямую, способствовал тому, что железная занась упала уже. Да, вы проложили дорогу однозначно. Единственное, что говорилось на Западе, что люди не могли уехать, потому что их не отпускали, да. Я как раз тот человек, который первый подписал контракт, то есть могу сказать, что железная занась упала, претензий к Советскому Союзу у них больше не было ни у кого. Ну, естественно, многие спецслужбы там просели, потому что воевать не с кем было. Ну да. Конечно, нужно было какого-то нового там врага им лепить из чего-то, да. Ну и, конечно, у меня там, когда вся эта эпопея с япончиком, который приехал туда, в общем, вообще непонятно, как он туда попал. Да, понятно, как он туда попал. Ну, представляете, начало 90-х, я своих родителей не мог пригласить, это целая же история была. А тут вдруг приехал человек с пятью судимостями, спокойно разгуливал там. То есть провоцировали ситуацию. Естественно, мы публичные люди, естественно, мы ходим в общие, так скажем, места, где русские собираются. Естественно, на этом сделали целую историю. Ну и мало того, что хоккейный, я еще был там главный смотритель всего, что происходило в Большом Нью-Йорке. Да, 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 там телек Комаров поминал. Да, смешные вещи какие-то, я и знать людей не знал. Да, с другой стороны подходят, говорят, вот мы диссиденты политические, а вот я такой бизнесмен крутой. Ну, привет, туда-сюда. Ну, а на самом деле, в общем, я занимался делом все это время, играл в хоккей, я потом тренировал. Вот, и слава богу, все эти 90-е годы такие лихие, в общем, занимался делом, как русский хоккеист, потом как русский тренер, поэтому, ну... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.